Эребуни Эребуни В начале 1998 года численность личного состава была значительно увеличена. Сформирована новая часть технического обеспечения. Развертывалась и вводилась в строй новая техника. Создавалась необходимая инфраструктура. И самое главное, авиабаза получила 18 новых истребителей. Этот самолет четвертого поколения. Аналога в мире практически не существует. Боевые возможности настолько серьезные, что решается полный пакет всех вопросов по введению всех боевых задач. На российской авиабазе Эребуни дежурное звено истребителей МиГ-29 находится в постоянной боевой готовности. В случае поступления сигнала тревоги они поднимутся в небо за считанные минуты. Летный состав авиационной базы укомплектован только летчиками первого и второго класса. Они несли службу на Дальнем Востоке, в Забайкалье, в Прибалтике, на Украине, в Белоруссии, в Европейской части России и имеют огромный летный опыт. Аэродром Эребуни находится на высоте свыше тысячи метров над уровнем моря и окружен плотным кольцом гор. И здание, и взлетную полосу российские летчики делят со своими армянскими товарищами. И друг друга поддерживаем как в воздухе, так и на земле. Пилоты с российской базы Эребуни одни из самых богатых наших ВВС. В среднем на одного пилота здесь приходится свыше 30 часов полета. У некоторых этот показатель доходит до 100 часов. Мы участвовали в командно-штабных тренировках в 2006 году совместно с армянской стороной. В случае необходимости в воздух готовы подняться все 18 машин. Топливо на базе сегодня в достатке. Запчасти поставляются в полном объеме самолетами военно-транспортной авиации. В Ереване находится лишь меньшая часть российских военнослужащих. Остальные подразделения дислоцированы в городе Гюмри. О них мы расскажем в нашей следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok